Вчера, ну-ка, тема есть, я же 5. Да-да, мы иди, не жалко. Здравствуйте, Владимир Ильич Павлович. Здравствуйте, все присутствующие. Меня зовут здесь Ткаченко. Я из Григориополя. У меня к вам такой вопрос. Но в двух словах, то, что было при вашем правлении, вы все видели. То, что было при правлении Игоря Николаевича, вы тоже видели. К сожалению, мы можем констатировать, низкий уровень медицины, но очень-очень высокий уровень коррупции. Еще понятно, что делается с образованием. Не будем об этом говорить, всем все понятно. Ну, можно только привести слова железного канцлера Великой Германии. Бисмарк, а кто не хочет строить школы, тот будет строить тюрьмы. Это мы тоже все с вами понимаем. Вопрос следующего характера. Мы, как русскоязычное население, говорим вам всем, что вы все нас предали. Потому что русский язык не стал государственным. Это раз. Второе. Самое главное. То, что было, опять же, вчера, то, что сегодня видим, нас интересует. То, что будет завтра. Что мы ожидаем от вашего альянса? Что ожидают все присутствующие люди? Если вы неоднократно говорили о происхождении Додона, есть интернет, есть видеозаписи, есть фильмы, есть все. Он ваш воспитанник. Говорили о том, кто его первый отец, что он является цыганом по фамилии Фейсу. Мы все увидели, что делал Додон с Плохотниковым. Как они получали кульки, как давали кульки. Про их власть, про их правление. Все это повторять уже не будем. Как вы считаете, что вообще ваш альянс, учитывая то, что вы говорили, что вы не будете объединяться с предателями, которые предали Родину. Додон говорил неоднократно о том, что главное, чтобы Воронин не кинул людей. Это его слова, это не мои слова. Есть в интернете, есть его записи, документальные и все. Как вы считаете, предатели Додон и не предатели ли вы после этого всего? И что нам всем, гражданам Молдовы, не желающим уезжать отсюда, желающим здесь работать? Что нам всем ожидать от вас всех? От вашего альянса непосредственно? Спасибо большое. Я в своем выступлении постарался основные направления развития Молдовы, основные направления деятельности нового парламента в общих чертах обрисовать. В тексте нашей программы, в которой блок идет на выборы, есть подробности, как это делается и кем будет делаться. А что касается этих наших взаимоотношений, то мы договорились, что вы имеете в виду страны, республики, народа. Мы оставляем все это в стороне. Я начал свое выступление, если вы были внимательны, с того, что мы во вторник, 22 июня, будем отмечать День памяти и скорби в связи с началом Великой Честной войны. Так вот, скажите мне, пожалуйста, в связи с этим, когда над миром нависло в образе фашизм, скажите, Сталин сильно любил Черчилля и Рюзвельта? Так, я персонально с вами не хочу вести диалог, я вам отвечаю, вы задали вопрос, успокойтесь. Но был вынужден создать антигитлерскую коалицию, чтобы победить фашистов. Какие у нас есть другие варианты, чтобы победить всю эту мафию всех этих бандитов, которые 12 лет? Жупаешь, рвут Молдову на куски. Какие у нас были, есть другие возможности? Нет других возможностей. Поэтому во имя спасения Молдовы, во имя развития страны, во имя улучшения жизни народа, мы и объединились. Других целей и задачи выяснять друг другу, кто что сказал, это уровни уже на уровне базара. Даже при помощи интернета, это все равно базар. Я с этим базаром не работаю и никогда не работал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...